Ну что, смотрите, решаем первую задачку. Я хочу просто, чтобы все над ней подумали и написали мне просто в личные сообщения здесь, в Zoom, ваше предложение по поводу решения. Я напомню, что мы обсуждали на лекции, обсуждалась такая теорема, что если f от a, f от b меньше нуля и f непрерывно на отрезке от a до b, то существует такая c, что f от c равняется нулю, c тоже подлежит отрезку от a до b. А сейчас мы хотим немножко другое утверждение, а именно, что если f непрерывно на отрезке от a до b, то для всякого y0 из отрезка f от a, f от b или f от b, f от a, один из этих отрезков не пуст. Существует такой x0 из a, b, такой, что f от x0 равняется y0. Пишите, пожалуйста, в личные сообщения в чате, как вы хотите решать эту задачу. Так, никто не пишет. Пока нет идей. Идея есть, просто писать неудобно и долго. Ну, хотя бы коротенько ключевую идею. Мне кажется, что здесь ключевая идея занимает примерно... Да, вот вижу один ответ. Так. Значит, вложенные отрезки. Смотрите, теоретически можно действительно доказывать эту теорему точно так же, как доказывалась теорема с лекцией. Но я хочу не повторять доказательства той теоремы, а я хочу использовать ту теорему уже как доказанный факт и к ней просто приделать небольшую, так сказать, обертку, выражаясь программистским языком, которая позволит нам просто применить эту теорему немножко правильным образом. Ага. Да, еще один правильный ответ. Так, я буду отвечать. Угу. Так, если какие-нибудь идеи у всех остальных. Ну, смотрите, очень полезно здесь нарисовать картинку. Значит, вот что мы знаем, как выглядит утверждение в нашей теореме. Ну, давайте я напомню картинку с лекции. У нас была какая-то такая история. Вот у нас есть какой-то отрезок от А до В. И вот у нас есть значение функции в одной точке, в другой точке. Мы говорили, что обязательно найдется корень в этой функции. А теперь у нас другая задачка. Теперь нам нужно доказать, что принимаются все промежуточные значения. Значит, ну, давайте я нарисую картинку для этого. Значит, теперь у меня такая история. Тоже есть отрезочек. И у меня есть функция, которая принимает какие-то значения. Вот у меня здесь f от А. Тут f от В. Ну, и вот график функции как-то устроен. Функция непрерывна. И утверждается, что для всякого значения промежуточного, значит, вот у меня какое-то промежуточное значение y0, найдется такая точка, в которой функция принимает это значение. Так, ну что, хочу еще правильные ответы. Или какие-нибудь ответы. Публичные сообщения. Значит, хочется как-то свести вот такую задачку об отыскании вот такой точки к вот такой задаче об отыскании вот такой точки. Потому что такую задачку мы уже решать умеем. М-м-м. М-м-м. Продолжение следует... 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 Как, есть ли еще вопросы по этой задачке? То есть у нас c это x нулевое, да? Да, 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 да. c, которая давалась нам теорема, это x нулевое, которое требовалось найти здесь. Значит, положим, x нулевое равняется c. Вот, как бы неформальный смысл этой теоремы состоит в том, что если вы меняете значение непрерывно, значение функции у вас меняется, меняется x, и значение функции меняется непрерывно, то оно проходит все промежуточные точки. То есть тут у нас было стартовое значение вот такое, конечное значение вот такое. В какой-то момент, если думать про изменение x как про течение времени, в какой-то момент мы будем проходить через любую из промежуточных точек. Опять же, это такое важное свойство непрерывности. Можно камеры включить, а то я что-то никого не вижу. Сплитскрин на iPad не поддерживает включенную камеру, у меня простите. А, понятно, бывает. Файл видится с домашкой. Ага, я понял. Не могу камеру. Кто-то может, по крайней мере, включить, я хочу хоть на вас посмотреть. Так, хорошо. Ну что, едем дальше. Так, значит, давайте теперь применим эту теорему в задачке 2. Вот смотрите, у меня в задачке 2 есть такое уравнение. Номер 2а. Значит, у меня есть уравнение. x равняется косинус x. Не пытайтесь его решать какими-либо школьными методами, оно не решается. Но, тем не менее, доказать, что у него решение существует, мы можем. Значит, опять же, здесь есть простой первый шаг. Подумайте немножко, пришлите мне в личку, какой вы хотите сделать первый шаг. График нарисовать. Мне пришло 3 сообщения одновременно с одной и той же идеей. Отличная идея. Давайте нарисуем. Значит, давайте нарисуем график. У меня есть график косинуса, который выглядит как-то вот так. Вот он начинается в единице. Ну и дальше вот так отколебрется. И у меня есть график y равняется x. Он выглядит как-то так. Значит, это y равняется x. Это x, это y. Это y равняется косинус x. Значит, график нарисовали. И нам очень хочется найти решение. Решением является вот такая точка пересечения. Значит, как бы нам это сделать? Опять же, нам нужно что-то сказать про пересечение двух каких-то кривых. Но вот если раньше мы рассматривали пересечения графика функций. Сначала мы рассматривали пересечение графика функции и просто горизонтальной оси, как вот здесь. Потом мы рассматривали пересечение графика функции и горизонтальной прямой, которая не является осью. Теперь мы рассматриваем пересечение вот такого графика функции с графиком другой функции. вот такой вот так я пока вижу два ответа но хочу больше то есть я хочу чтобы вы написали какую-нибудь идею того как эту дочку решать первый шаг по крайней мере если у вас хоть какие-нибудь идеи хорошие идеи или плохие идеи м а что за подозрительное жужжание у вас на фоне это как-то можно ликвидировать у меня жужжание не знаю товарищи да правда и правда и жужжание правда а сейчас есть жужжание а сейчас есть а теперь есть интересно это гранитура что-то работает это жужжание оно не мешает ну без него же лучше я попробую давайте пробую без гранитуры работать саша правда но к нему можно привыкнуть это тоже правда не ну давайте так не у меня нормально слышно таким образом да хорошо у вас нормально слышно давайте не будем обтекаться на это окей смотрите ну хорошо так значит я получил несколько ответов среди которых есть хорошие идеи среди которых есть правильные ответы но давайте давайте уж я раскрою карты смотрите задача очень похожа на предыдущую но только в предыдущей задаче у нас то с чем пересекали мы график было просто горизонтальной прямой и мы вычисли соответствующую константу в этом случае у нас происходит пересечение с одного графика с другим графиком но стандартный прием который здесь используется такой рассмотрим функцию которая является рах разности рассмотрим функцию g от x которой есть например косинус x минус x во первых она заведомо непрерывная потому что косинус непрерывный x непрерывный а с другой стороны мы например точно знаем что g в нуле есть единица минус 0 есть единица а скажем g в точке 100 уж точно уж точно меньше нуля потому что косинус ограничен единицей ну из чего то что не больше единицы мы вычитаем сотню получается точно какая то штука которая меньше нуля дальше по предыдущей теореме из этого следует что существует корень существует такое c что g от c равняется нулю и это c лежит на отрезке от нуля до 100 ну вот по крайней мере мы доказали что корень существует а дальше можно с помощью более тонкого анализа попытаться понять сколько этих корней есть значит ну тут тут уже нужно чуть чуть аккуратнее работать нужно понимать где косинус возрастает и где убывает ну в принципе мы пока производные не особенно обсуждали точнее совсем пока не обсуждали но в принципе можно просто из определения из определения косинуса понять что допустим на отрезке от нуля до до кода до пи он убывает а на отрезке ну а дальше он будет возрастать но это уже не важно значит важно то что вот на этом отрезке он убывает поэтому на самом деле на вот этом отрезке никаких других корней нет просто потому что наша функция же будет на этом отрезке убывать значит уже убывает на отрезке от нуля до пи ну а раз она убывает то двух корней здесь быть не может следовательно вот этот корень он на самом деле единственный ну на самом деле здесь можно сказать что вот мы могли бы ниже равняется стоить и подставить а например же значит взять же в точке пи про пи мы тоже тоже понимаем что пи больше единицы поэтому он все равно будет равен нулю поэтому мы точно знаем что этот самый корень он на самом деле лежит вот на этом отрезке ну у нас же это условие говорит только о том что у нас может быть не более одного корня то есть у нас может может быть и ноль корней ноль пересечения нет сейчас смотрите значит мы доказали вот вот здесь с помощью теоремы промежуточного значения мы доказали что корень есть да вот этот корень является также корнем нашего уравнения исходного потому что косинус условия что косинус x минус x равняется нулю это в точности условия нашего уравнения косинус x равняется x а с другой стороны из соображения монотонности мы доказали что по крайней мере на вот этом отрезке никаких других корней нет а мы рассматривали все тоже отрезок да ну вот сейчас мы рассматриваем вот этот отрезок от 0 до пи а ну да тогда есть во-первых у корень есть дальше нужно рассмотреть остальные два промежуточка значит вот этот промежуточек нужно рассмотреть но здесь все сравнительно понятно значит собственно есть те же соображения из которых мы сказали что же от пи меньше нуля понятно что здесь тоже никаких корней нет просто потому что значение x будет слишком большим значит косинус уж точно за ним не угонится остается рассмотреть вот этот вот промежуточек значит здесь я специально так невнятно нарисовал этот график чтобы потому что я так сходу сейчас не понимаю нужно подумать есть здесь еще один корень или нет здесь еще одного корня как вы думаете нету корня а почему нет вдруг он здесь можно проверить вдруг он вот так вот вот так вот пересекается и тут есть корень я же очень примерно картинку нарисовал картинки доказательства значит как доказательства второго корня нету значит давайте я пока напишу то что мы знаем там нет второго корня потому что x будет отрицательным на этом промежутке значение косинуса положительное неправда ваше что значение косинуса положительного здесь она отрицательным но так как x больше пи а косинус не может быть больше пи сейчас значит это значит вот сейчас я говорю вот вот это вот утверждение это утверждение про вот это вот отрезочек а сейчас я спрашиваю либо надо не включая пи либо больше или равно ну давайте да ну косинуса точно меньше пи это правда нет но они просто могут пересечься до этого момента сейчас мой вопрос вот про вот эту вот часть могут они здесь пересечься или нет нет не могут потому что игрек равняется икс убежит бежит дальше минус единицы становится меньше минус единицы при икс меньше минус единицы вот момент на момент х минус единица у нас еще косинус даже положительным будет да действительно вот если я здесь отмечу точку минус 1 то мы понимаем что вот эта точка эта точка минус пи пополам поэтому в точке минус 1 у нас действительно значение косинуса положительное а дальше уж точно никаких точек пересечения быть не может потому что здесь x по модулю просто становится слишком большим вот значит на этом отрезке тоже никаких других корней нет давайте я так напишу на отрезке от минус единицы до нуля корней нет так как сейчас сейчас да я напишу про про все значит так как косинус икс будет здесь положительным а x будет отрицательным ну хорошо давайте здесь значит на вот этом отрезочке от минус единицы до нуля нет корней просто потому что косинус икс и икс разных знаков и последний отрезочек который нам нужен на допустим от минус бесконечности до минус единицы косинус икс по модулю косинус икс меньше единицы наоборот больше чем минус 1 минус единицы минус икс будет ой окей а x будет меньше чем минус 1 значит вот все возможно рассмотрели больше больше или равно стало быть есть ровно один корень на самом деле это корень легко найти численно делается это так интересно если у меня здесь калькулятор на айпэде сейчас посмотрим какой нибудь заберете любое число вычисляете из него косинус посмотрим если у меня здесь какие нибудь нет нормального калькулятора на айпэде или я его не знаю короче говоря рассказываю как это сделать берете любой калькулятор который умеет вычислять косинус берете любое число вычисляете из него косинус и результаты снова вычисляете косинус довольно быстро ваш процесс сойдется к кому-то число которое не будет изменяться по этой процедуре она и будет этим кормом татьяна можете еще раз пояснить значит какой отрезок вас интересует последний это вот этот от минус бесконечности до минус единицы смотрите значит я здесь просто я здесь говорю следующую вещь на этом отрезке у меня значение х меньше чем минус 1 ну просто потому что такой отрезок такой а значение косинуса всегда больше либо равно минус 1 значит они могут совпадать от ответил отлично ну что значит у вас две похожие задачки здесь еще в листочке есть делаются они примерно так же а еще у вас будет похожая задачка большой домашки как примерно понятно как такие штуки делать значит это тут нет у него универсального алгоритма это какая-то такая постоянно как бы такая штучная работа нужно придумывать как на какие отрезочки разбить как оценить правую и левую часть как показать что вот на таком-то отрезочке нет корня ну как бы приходится применять какой-то здравый смысл и какие-то какие-то догадки делать и их доказывать вот но это на самом деле очень полезный навык потому что ну понимаете с одной стороны когда мы придумываем задачки мы конечно пытаемся сделать так чтобы вот мы хотим научить вас решать уравнения это означает что мы вам дадим кучу задачек в которых уравнения решаются но когда вы приходите в реальный мир вы сталкиваетесь с ситуацией что реальный мир вам придумывает задачки совсем не так не такие хорошие как придумали бы в процессе обучения ваши преподаватели и в частности как правило уравнения которые возникают из каких-то задачек мира они очень легко могут не решаться но часто нам решение не нужно нужно что-то про это решение знать знать что оно существует знать как-то какие-то ограничения знать что оно больше чего-то и меньше чего и как правило такого типа информацию можно добыть из уравнения не решая его явно в том числе с помощью от приемов как мы сейчас только что обсуждали так что это полезный навык ну что давайте двигаться дальше значит есть задачка про предельные точки сейчас давайте посмотрю а хочу ли я ну окей давайте сделаем эту задачку чего уж там будем двигаться по порядку интересно почему у меня стал тормозить тормозить эту штуку сейчас одну секунду я попробую перезагрузить эту программу может быть она перестанет тормозить ну что поехали дальше значит функция f определена и непрерывно значит это номер 4 определена и непрерывно на интервале а b и мы рассматриваем множество предельных точек в точке b то есть что это означает значит значит я честно говорю уже не помню какой из двух определений предельной точки функции я давал а может быть давал одно а второе предлагал ну да в этой задаче используется потому что тут написано определение 1 написано перед этой задачей а 2 после так давайте давайте у меня есть интервальчик от а до b у меня есть какая-то функция которая на этом интервальчике живет значит она не обязана быть определена в концах этого интервала давайте даже так покажу что вот она не определена в точке а и может быть она не определена в точке b но у нее есть какое-то множество предельных точек в точке b ну давайте скажем что у нас есть значит точка y 0 является предельной и если существует последовательность x n стремящаяся к b ну слева в данном случае такая что f от x n стремится к y 0 то есть вот у нас есть какое-то значение y 0 и это значение является предельной точкой если у меня есть такая последовательность x что соответствующие значения y будут приближаться к этому самому y 0 можете привести пример какой-нибудь функции у которой множество предельных точек не состоит из одной точки если какая-нибудь функция у которой множество предельных точек не состоит из одной точки вот как бы если функция например непрерывна то у нее понятно что у нее есть ровно одна ровно одна предельная точка это просто ее значение значение сопи swab действующей точке если функция имеет предел то тоже понятно там тоже одна предельная точка а так чтобы функции было бы несколько предельных точек можете привести какой-нибудь предел приходит вам momentorh в голову c 0 равно 1 делить на x 0 за рациональных и равно корень из 2 в для иррациональных Да, что-нибудь такое с рациональными и рациональными. Хороший пример. Давайте просто две константы. Давайте просто функцию Dirichlet возьмем. Значит, у нас есть функция Dirichlet d от x, которая есть единица, если x рациональный, и 0, если x и рациональный. И у этой самой функции Dirichlet предельными являются все точки. Нет, я, конечно, глупо сказал. Какие все точки? Какие точки у нее являются предельными? Я хотел сказать, что в любой точке у нее есть две предельные точки. 0 и 1. Но функция Dirichlet не является непрерывной. Можете ли вы привести, например, какую-нибудь непрерывную функцию, непрерывную, по крайней мере, на открытом интервале, которая имеет больше, чем одну предельную точку? Да, вот эта вот монстровидная функция под названием синус единицы, деленная на x. Это такой стандартный пример. И в некотором смысле он в какой-то мере все более-менее исчерпывается этим примером. Сейчас можете надеяться и наверх примотать? Сюда? Да, спасибо. Значит, функция синус единицы, деленная на x. Действительно, если вспомнить, как у нее выглядит график, он выглядит так. Допустим, я рассматривал в правой полуокрестности точки 0. Является ли эта функция непрерывной, допустим, на интервале от 0 до 1? Непрерывно или нет на этом интервале? Да, да. Непрерывно. Ну, потому что от интервала мы хотим только то, чтобы она была непрерывной в каждой его точке. Единственная, где здесь возникает проблема, это в точке 0. Но 0 в наш интервал не включен. Значит, непрерывно. И что вы можете сказать про ее предельные точки вот здесь, вот в нуле? Прошу прощения, мы считаем, что у этой функции есть предел? Предела нет. Предела нет, потому что нет ни какой-то точки, в который бы она стремилась. Она меняет. Свои значения. Значит, предельными точками являются все точки отрезка от минус 1 до 1. Понятно. Значит, обратите внимание, что предельная точка предела – это разные вещи. Значит, когда мы определяем, что такое предел, мы требуем… Ну, вот, допустим, когда мы говорим, что такое предел по гейну, мы требуем, чтобы здесь последовательность была бы любой. Значит, требуется, чтобы f от x n стремилась к y0 при любом выборе последовательности. Когда мы говорим про предельную точку, нам достаточно рассмотреть хоть одну последовательность, так, чтобы она была дала вот этими двумя свойствами. Тогда y0 – это предельная точка. И здесь, конечно, можно предъявить такую последовательность. Можно просто взять вот любое значение между нулем и единицей, провести горизонтальную прямую, и найти все корни такого уравнения, когда ваша функция, синус единица, деленная на x, принимает вот это значение. И просто взять и идти вот ровно по этим x. У вас получится последовательность, которая просто постоянно равна соответствующему y0, и, значит, она сходится к этому y. Кстати, мы выше писали, что у нас последовательность стремится к какому-то b. Ну, это ведь предел, или к какому-то b стремится к какому-то b. Да, но в данном случае b, но тут надо было с другой стороны этот график нарисовать. Давайте я его с другой стороны нарисую, чтобы знаки были бы правильные. Я просто выше писал про стремление слева, и давайте я здесь тоже напишу про стремление слева. Значит, смотрите, у меня, вот у меня эту графику стремлен так, у меня x, вот точка b, точка b – это точка на оси x. Значит, вот, допустим, у меня пусть будет отрезок, интервальчик не от нуля до единицы, а от минус единицы до нуля. Тогда вот у меня есть точка b – это точка 0, а точка a – это точка 1. Я рассматриваю последовательность, которая стремится, вот у меня есть какая-то последовательность x, которая стремится к нулю слева. И дальше я рассматриваю соответствующие y. Понял. Значит, x стремятся к точке b, значение функции в этих x тоже стремится к какому-то конкретному числу, к какому-то конкретному y0. Но сама функция не стремится. Так вот, значит, чего я хочу здесь сказать? Я хочу здесь сказать, что если у меня есть две какие-то точки, которые являются предельными, то тогда обязательно весь отрезок между ними тоже является предельными точками. То есть, например, вот в этом сюжете с функцией деревья хлеба, у меня была ситуация, что у меня есть ровно две предельные точки. Вот одна предельная точка, вот другая предельная точка. А в случае с непрерывными функциями вот такой картинки не бывает. А бывает только такая картинка, когда предельным является, если там больше, чем одна точка, то предельным является весь отрезок между этими двумя точками. Вот. Давайте попробуем это доказать. Значит, докажем. Давайте так. Пусть какие-то две точки, давайте я их как-нибудь обозначу. Они уже обозначены в задаче y1 и y2. являются предельными. Значит, я хочу доказать, что все промежуточные точки тоже являются предельными. Как бы это так сделать? Можем, наверное, противного сделать. Да нет, мне кажется, что здесь не нужно от противного. Мне кажется, что здесь можно действовать. Может, опять свести задачу, которую мы сейчас решили. Да. И это правда, потому что, смотрите, как бы тут какая ключевая идея. Вот почему в случае с функцией Дерихле возможно, что у нас есть две отдельные предельные точки. А с непрерывной функцией такого не бывает. В чем разница? Что отличает функцию Дерихле от непрерывной функции? Отличает как раз та самая теорема, которую мы только что обсуждали. То есть, если у нас функция Дерихле, приближаясь, когда у нас x приближается к точке b, функция Дерихле может легко скакать от одной точки к другой точке. Она не обязана меняться непрерывно. А непрерывная функция, она обязана меняться непрерывно, и значит, проходить все промежуточные точки. Ну и как бы логично, что при этом она вынуждена будет проходить. Давайте я такую картинку нарисую. Смотрите. Значит, вот у меня есть точка b. Дальше. Вот у меня есть мои y1 и y2. Значит, я знаю, что у меня есть последовательности, которые будут... По которым... У меня есть какая-то последовательность x-ов. Одна последовательность, по которой значения функции будут приближаться к точке y1. Значит, какая-то такая тут будет последовательность значений. И будет какая-то другая последовательность. такая последовательность и по этой последовательности у меня значение функция будут приближаться на ворот к игрек 2 но между этими точками функция обязана меняться непрерывно то есть у нее график будет как-то как-то вот так вот колебаться отсюда сюда потом может быть сюда потом может быть сюда потом как-нибудь вот сюда потом сюда сюда и так далее и по мере того как он вот так вот колеблется мы будем проходить все промежуточные точки между игрек 1 и игрек 2 и причем делать мы это будем бесконечно много раз то есть приближаясь к точке b у нас обязательно будут находиться точки которые живут здесь точки которые живут здесь и значит все все в промежутке между ними тоже будет тоже будет где-то где-то тут находиться то есть это идея давайте ровному ее аккуратно формализовать значит тут видимо нужно будет немножко поработать давайте вот что я скажу смотрите я уже забыл было ли такое определение предельной точки значит другое определение предельной точки для всякого эпсилон большего нуля существует и для всякой дельты больше нуля существует такой x в проколотой дельты окрестности точке b такое что f от x минус y 0 по модулю меньше чем эпсилон значит было такое определение доказывалась эквивалентность я не помню вроде оно было но или вы рассказывали а но надо было на семинаре у и вана во всяком случае точно было но хорошо давайте давайте я сейчас два слова скажу по поводу это определение Day На самом деле, эквивалентно определение с последовательностями значений х. Но давайте докажем, нам сейчас нужно в ту сторону, что из определения пропоследовательности верны вот это условие. Значит, точка у0 является предельной, если выполняется вот такая штука. Давайте я поясню, как эта штука работает. Вот смотрите, если я выбираю какую-то окрестность точки b, но сейчас я работаю с граничной точкой, поэтому я буду выбирать просто левую полуокрестность точки b. Какую бы я окрестность не выбрал, обязательно найдется внутри этой окрестности точка. Я выбираю окрестность здесь, я выбираю окрестность по у, значит, вот это у меня будет дельта окрестность, а еще я выбираю окрестность по у, которая будет вот такая. Например, вот я сейчас точку y1 пишу утверждение про то, что точка y1 является предельной точкой. Значит, вот здесь вот у меня выбирается эпсилон произвольный. Здесь у меня выбирается произвольная дельта, и тогда я утверждаю, что у меня обязательно найдется такая точка в этой дельта окрестности. такая точка, что соответствующее значение функции попадает вот в эту эпсилон окрестность. Это, наверное, верно только для непрерывных функций. Нет, 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 это просто определение, это просто другое определение предельной точки. Значит, вот утверждение о том, что какая-то точка является предельной, это все равно, что вот эта штука. То есть все равно, что утверждение, что какую бы я не взял окрестность вот тут, значит, вот здесь у меня, допустим, y0, и какую бы окрестность по y я не взял, то есть здесь у меня эпсилон окрестность, здесь у меня дельта окрестность, обязательно найдется точка, у которой x-овая координата будет близка к b, а значение функции будет близко к y0. То есть найдется такая точка, что найдется точка из вот этой окрестности, для которой значение функции будет лежать вот в этой окрестности. Это просто другая формулировка определения того, что означает, что точка является предельной. Но давайте я докажу это. Давайте мы это докажем. Смотрите, я просто боюсь, что кто-то мог потеряться. Давайте я еще расскажу, что сейчас происходит. Во-первых, я сформулировал идею того, как мы хотим доказывать эту самую теорему, которая сформулирована в этой задачке. Но для того, чтобы этой идеей воспользоваться, мне понадобилось сформулировать другое определение того, что означает, что точка является предельной для функции. Вот я его сформулировал, и сейчас я поясню, почему из нашего исходного определения про последовательность следует вот это определение. После того, как я это сделаю, мы будем пользоваться этим определением для того, чтобы доказать наше исходное утверждение. Хорошо? Задайте какой-нибудь вопрос, если сейчас что-то неподадное. Это разве не просто, по сути, немножечко другая запись того, что мы первое записали? Ну, ну как? Это же предельное. Отделение предела Покаши и Погейна, я тоже считаю, что это одно и то же, потому что если в них достаточно долго вглядываться, вы увидите, что это абсолютно идентичное утверждение. Но чтобы доказать, что это одно и то же утверждение, понадобилась, кажется, одна лекция. Но это правда, что это просто другое определение предельной точки. Можно нас попросить писать немного поменьше, чтобы больше на один слайд помещалось? А мы будем просто увеличивать, у нас есть такая же возможность. Давайте я попробую. Значит, я думаю, что правильно просто уменьшить размер точки, тогда это будет стимулировать меня писать поменьше. Справедливо. Вот. Хорошо. Смотрите, значит, доказываем вот эту вот штуку. Мы знаем, что есть какая-то последовательность. Значит, мы сейчас знаем, что есть какая-то последовательность, которая стремится к точке B, последовательность x-ов. Таких, что значения функции стремятся к точке Y0. Ну, что это означает? Это означает, что для всякого эпсилона найдется такое n большого, что для всех n маленьких больше, чем n большого. f от x-m минус y0 меньше эпсилон. А с другой стороны, мы знаем, что x-n стремится к B слева. Ну, не важно, я здесь написал двусторонние окрестности. Оставлю двусторонние. Значит, я знаю, что x-н стремится к B. Это означает, что для всех… Давайте я здесь… Вот здесь я сейчас буду использовать дельту, потому что окрестность по горизонтальной оси выбирается в зависимости от дельты. Давайте я напишу здесь, что для всех дельта найдется такое n большого, что для всех n маленьких больше. Давайте здесь пусть будет n большой первое, здесь будет n большой второе. Такое, что для всех n маленьких больше, чем n большое второе. Модуль xn минус b меньше, чем дельта и меньше нуля. Значит, это то же самое определение предела последовательности. Просто я здесь, вот здесь и здесь заменил эпсилон на дельту, имею право, это просто переименовал одни буквы в другие буквы. Ничего от этого не меняется. Значит, вот эта штука – это вот это утверждение, а вот это утверждение – это утверждение, что f от xn стремится к y0. Согласны с этими двумя утверждениями? Будем считать, что согласны. Так, теперь я хочу из этих двух утверждений вывести вот такую штуку. Ну, смотрите. Значит, я могу сделать следующее. Я могу выбрать, взять призвольный эпсилон, найти соответствующее n1. Потом взять призвольную дельту, найти соответствующее n2. После этого мне нужно просто найти элемент последовательности, который одновременно удовлетворяет вот этому условию и вот этому условию. Как его найти? Это максимум. Да, значит, можно просто сделать… Ну, из n1. Значит, давайте я скажу так, что здесь вот у меня написано, что существует x, x зависит от эпсилона и дельты. Значит, давайте положим, что x от эпсилона и дельты – это просто следующая штука. Это x с номером максимум от n1 от эпсилон, n2 от дельта прибавить единицу. Значит, если я взял вот такую точку с вот таким номером, то по вот этому условию значение функции f – эпсилон близко к y0, потому что я так выбрал вот эту вот часть. По вот этому условию сама точка xn дельта близка к точке b, потому что я выбрал вот эту условию. А зачем плюс 1? Ну, потому что вот эти штуки, они выполняются не для самого n, а для… начиная со следующего элемента. А, все, все. Вот эти вот условия, они выполняются для всех n больше, чем n большое. Ну, это как бы стандартные вот эти вот тонкости. Можно было здесь написать больше либо равно, тогда не нужно было писать плюс единицу. Хорошо. Ну, давайте теперь использовать это определение для решения нашей задачи. Это мы сейчас из первого определения, второе пытались как-то обосновать. Да. Ну, собственно говоря, даже вроде обосновали. Мне кажется, что довольно успешно. Если у вас есть вопросы, то задайте. В обратную сторону мне сейчас не нужно, хотя в обратную сторону тоже доказывается легко. Не вопросы, но проблемы с пониманием. Так. Ну, попробуйте превратить проблемы с пониманием в вопрос. Изначально утверждение говорит, что вот у нас есть вот эти какие-то волшебные точки. Да. У нас есть волшебная последовательность x-энтах, которая сама стремится к b, а значение функции по этим точкам стремится к y-0. И нам такие точки очень нравятся. Мы хотим их как-то по-другому определить. У нас есть... Да, а мы хотим сказать следующее. Мы хотим сделать такое утверждение, что какую бы я дельту окрестность точки b не выбрал, в ней найдется точка... Да, какую бы дельту окрестность точки b не выбрал, и какую бы эпсилон окрестность точки y-0 не выбрал, найдется такая точка на графике, которая будет по x близка к b, а по y близка к y-0. И вот я ее явно нахожу, а именно я ее изготавливаю из подходящей точки моей последовательности, потому что последовательность обладает как бы двумя свойствами. С одной стороны, у этой последовательности x-ы стремятся к b, и поэтому, начиная с какого-то момента, она будет дельта близка к b. А с другой стороны, у нее значение y-ков, то есть значение f от x-n стремится к y-0. Поэтому, начиная с какого-то момента, и y-ки будут близки к y-0. Достаточно просто подождать достаточно долго, чтобы оба этих процесса, так сказать, реализовались. Вот подождать достаточно долго формализуется в виде вот этого максимума. Как? Стало лучше? Да, да, намного. Отлично. Ну что, поехали дальше. Теперь будем применять это утверждение к нашей теореме. Значит, смотрите, какая идея? Давайте мы теперь… Значит, у нас теперь есть две предельные точки. Давайте мы теперь их будем изучать. Изучать. Значит, у меня есть… Значит, вот у меня есть точка b. Я ее другим цветом рисовал. Значит, у меня есть точка b. И у меня есть y1, и у меня есть y2. Теперь, у меня есть какое-то значение y между этими двумя. Вот где-то тут оно есть. Давайте вот что сделаем. Давайте выберем такие эпсилонокрестности, чтобы эти окрестности вокруг y. Так, чтобы эти окрестности не пересекали точку, вот эту точку y. Ну, давайте я как-нибудь обозначу, пусть будет не y, пусть будет y3. Значит, вот у меня y3 – это произвольная точка, которая находится между y1 и y2. Значит, я могу выбрать эпсилон такой, чтобы эпсилонокрестности вокруг y2 и y1 не пересекали y3. А какой эпсилон у меня выбрать? Можно посмотреть расстояние между y3 и y2, например. Поделить на 2, и мне кажется, что это будет... Нужно взять, короче, минимум из вот двух расстояния. От y1 до y3, деленное на 2, например. И от y3 до y2. И минимум из них. Да, совершенно верно. Это может пересечься. Вот так можно сделать. Значит, ну, давайте мы так и сделаем. Вот у меня теперь есть вот такие эпсилоны. Значит, у меня есть вот такая штука и есть вот такая штука. Значит, вот один коридорчик. Вот другой коридорчик. Теперь смотрите, что я могу сделать. Давайте я выберу какую-нибудь маленькую дельту. Давайте я буду строить просто последовательность подходящую. Окей. Давайте я выберу какую-нибудь маленькую дельту. Что-то вот здесь. Чего я хочу сказать? Я хочу сказать, что у меня, начиная с какого-то... Сейчас. Я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что у меня обязательно найдутся в этой дельта-окрестности точки, которые живут вот здесь, в окрестности точки Y1. У меня уже цвета закончились. Значит, у меня обязательно найдется точка здесь. И обязательно найдется точка здесь. Ну, потому что и Y1, и Y2 предельные точки. Значит, как бы мне теперь изготовить точку, которая будет близка к Y3? Для некого заданного эпсилон, да? А даже можно вообще не то, что для эпсилона, а просто вот, чтобы она была бы настолько близка, насколько ближе не бывает. Значит, у нас есть точно... У нас есть точно существует точка... Давайте скажем так. Ой, Y1. Можем из Y1 вычесть какой-нибудь... Эпсилона еще поделить его. Смотрите, ключевой момент состоит в том, что наша функция непрерывна. Поэтому, когда она будет меняться, от вот этой точки до вот этой точки, она обязательно пересечет Y3. И вот эту точку мы возьмем за точку, которая близка к Y3. Она не то, что к ней близка, она просто равна ей. Значит, давайте я это формально запишу. Для всякого дельта большего нуля найдутся такие точки. Найдутся X1 от дельта и X2 от дельта. Такие, что и та, и другая штука лежит в нашей дельта-окрестности. С другой стороны, F от X1 от дельта больше, чем Y1 минус эпсилон. А F от X2 от X2... Простите, вот... B минус дельта мы написали, это же не окружность. А, или вот эта окружность, значит. Я здесь не дописал. Значит, вот так нужно дописать, конечно. Интервал. Да. Да, спасибо. Значит, у нас обязательно найдутся такие точки. Вот у меня одна из этих точек называется... Извините, можно вопрос? Что такое F от... Нет, что такое X1 от дельта? Ну, смотрите, значит, я говорю следующее. Я говорю, что... Это что-то очень близко к Y. Такой X, который... Смотрите, значит, я говорю следующее. Я говорю, что для любой окрестности по дельте найдется такой X, что соответствующая точка на графике лежит вот в этой эпсилон-окрестности точки Y1. Да. Вот эта точка, эта точка зависит от дельты. Она для разных окрестностей разная, потому что она обязана ей принадлежать. Поэтому она от нее зависит. Я буду обозначать ее через X1 от дельта. Хорошо, да, но у нас... Но дельта мы все равно положили единую для вот этого вот. Вот этих вот. Вы же все равно положили с вами единую дельту. Нет, сейчас. Мы положили единый эпсилон. Вот эпсилон у нас единый. Эпсилон один и тот же. Вот здесь вот какой-то эпсилон, и тут какой-то эпсилон. Вот этот. А дельта у нас сейчас произвольная. Ладно. Но это дельта все равно относится к X1 и к X2. Дельта относится к X1, да. Дельта – это как бы окрестностей, которая у нас есть на горизонтальной оси. Окей. Вот. Значит, как? Согласны ли вот с этим утвердением, которое я сейчас написал? Значит, понятно ли, что написано? Согласны. Да, понятно. Да, понятно. Отлично. Смотрите, теперь, что я утверждаю? Дальше я хочу просто рассмотреть функцию, которая… Ну, вот она… Ну, как? У меня есть теперь непрерывная функция, которая принимает вот такое значение и принимает вот такое значение. Значит, между этими точками она принимает все промежуточные значения. В том числе значение Y3. Значит, у меня Y3 – это точно значение, которое промежуточное между вот этим и вот этим, потому что у меня на Y3 такое условие. У меня Y3 меньше, чем Y1 минус эпсилон и больше, чем Y2 плюс эпсилон. Я эпсилон таким образом выбрал. Значит, следовательно, по теореме промежуточного значения существует такая точка… Мы эту теорему сегодня доказывали, да, ведь сейчас берем задачу? Мы доказывали в самом начале, в самом начале. Существует такая точка X3 от дельта, что F от X3 от дельта просто равно Y3. Ну и X3 от дельта, получается, лежит в окрестности дельта-окрестности B. Да, и она лежит в дельта-окрестности B, потому что она зажата между двумя точками, между вот этой точкой и вот этой точкой. Они все лежат в дельта-окрестности B, значит, и все, что между ними тоже лежит. Это первая задача. Значит, теряем о промежуточном значении – это первая задача. Задача 1.7. То есть мы сказали, что здесь есть обязательно вот эта точечка, которая здесь лежит. Ну, а дальше фактически это и означает, что мы доказали то, что Y3 – предельная точка, потому что теперь мы можем уменьшать дельту, и у нас в любой дельта-окрестности найдутся такие точки, для которых значение просто равно Y3. Ну, значит, они в любой окрестности лежат. Ну, или можно какую-нибудь последовательность построить этих точек, просто уменьшать эту дельту. Взять, скажем, сказать, что дельта Nt равняется единице деленной на N, и выбирать каждый раз точку X3 от дельта, всегда получать точку, для которой значение F равняется Y3. Ну, и все. То есть, как бы, смотрите, идея такая, что если мы знаем, что у нас функция обязана скакать между вот этими двумя окрестностями, то она в процессе этого своего скакания по теремопромороженному значению обязана постоянно пересекать вот эту самую Y3. Ну, а значит, она будет, значит, для нее Y3 тоже будет предельной точкой. Четая задачка оказалась сложнее, чем я хотел. Может быть, не надо было ее ставить четвертой, надо было ее куда-нибудь в конец поставить. Ну, какое понимание глубокое. Вот, но мы что-то узнали, мы что-то узнали дополнительно про непрерывные функции. Значит, на самом деле, следующие задачки тоже важны, но, может быть, мы их обсудим позже, или вы их обсудите самостоятельно. Домашку-то еще я еще не придумал. Можно включить в нее все что угодно. Так, хорошо. Есть ли вопросы про те задачи, которые мы обсудили? У меня вот вопрос, на самом деле, есть про эквивалентность этих определений, как мы ее доказывали. Но я это в самом конце спрошу. Хорошо. Ну, собственно говоря, я доказал эквивалентность только в одну сторону. Я доказал, что из нашего определения следует это. Но в другой сторону, кстати, совсем, по-моему, легко. Но мы можем обсудить. Я уже не помню, что я сказал. Мы доказали эквивалентность в одну сторону. По крайней мере, сейчас на этом семинаре. Так, ну хорошо. Давайте еще какие-нибудь вопросы про семинар. Ну, или мы можем плавно перейти к консультации. У нас время семинара закончилось. Но у меня еще есть какое-то время. Я могу отвечать на всевозможные вопросы. Ладно, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok